Об итогах деятельности Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции за полугодие рассказали журналистам на Медиаланче. Так, за шесть месяцев провели восемь заседаний. На них рассмотрели 23 вопроса. Один из них касался вывоза снега. Предприниматель, участвовав в госзакупках, выиграл неожиданно госзакупки. Ну, условно говоря, наверное, выиграл не тот, кто нужно было. И поэтому этому предпринимателю стали чинить препятствия. Он, во-первых, при сумме объявленной 23-24 миллиона деньги, он предложил услуги по вывозу снега из города в пределах 10 миллионов. У него было три площадки, на которые он должен был вывозить снег. Вдруг к нему подошли и сказали, так, вот на эту площадку не вывози снег, без тебя здесь разберутся. И там на эту площадку стали вывозить снег, ну, непонятно, так скажем, неустановленные лица. Хорошо, что предприниматель не растерялся, говорит Инесса Куанова. Он зафиксировал происходящее на видео, а затем обратился в палату предпринимателей. По итогу этим вопросом заинтересовалась антикоррупционная служба. Настойчивость бизнесмена помогла не оставить эту ситуацию без внимания. В целом, Совет по защите прав предпринимателей рассматривает самые разные обращения. Во время паводка, значит, под горой, там, значит, настолько был мощный вот этот вот напор воды, что не только вот магазин, да, который принадлежал предпринимателю, не только его, ну, что, все это, как бы, раздербанилось, все это имущество, все это оборудование там у него было разгромлено. Ну, и уплыл, да, у него уплыл там контейнеры, даже два контейнера, в которых хранился алкоголь. Один контейнер ему посчастливилось найти, вот где-то на соседнем участке он застрял, а второй контейнер, он, говорит, уплыл, говорит, куда-то, говорит, в сторону России. И вот он на личном приеме спрашивал, что делать, вот какие меры предпринять. Ему посоветовали зафиксировать этот факт, чтобы в случае обнаружения этого контейнера с бизнесменом могли связаться. По словам самого предпринимателя, уплывший алкоголь стоил немалую сумму денег. Однако пока неизвестно, вернул ли пропажу бизнесмен. Диана Салихова, Александр Янцен, МТРК. Продолжение следует...